Здравствуйте, в студии Аскар Басыров и это Мировые Новости. В Госдуме Российской Федерации предложили создать банк для бедняков под эгидой Русской Православной Церкви, сообщает Лента.ру со ссылкой на председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Нужно понимать, что любая финансовая организация должна работать с доходностью, не в ущерб себе, но она может быть достаточно успешной, требуя разумную плату за свои услуги. Чем меньше стоимость займа, тем больше шансы, что их смогут вернуть или оплатить. Важно, чтобы кто-то взял эту миссию на себя и начал бы ее реализовывать, сказал парламентарий. Напомним, что ранее патриарх Кирилл в своем обращении к Госдуме сказал, что представители микрофинансовых организаций, мироеды, деятельность которых надо ограничить. Это абсолютно аморальная практика, расставсичество в самом хищническом своем проявлении и надо создать в России банк для бедных, написал патриарх. И желающие уже нашлись. Так микрофинансовая компания MoneyMan готова сотрудничать с Русской Православной Церковью для обслуживания малообеспеченных слоев населения. РПЦ, по мнению компании, могла бы осуществлять функцию поручителя по микрокредитам, а также выступать источником фондирования. А что, удобная схема. Взял деньги и если не смог отдать, церковь поможет. Правда, потом вы будете должны уже церкви. И еще не ясно, какие коллекторы будут у них. В Россию в течение трех последних лет из Венесуэлы были вывезены миллиарды наличных боливаров, выяснил портал Republic в ходе своего расследования. По словам нескольких источников, крупные суммы наличных транспортировались в Россию на частных самолетах и в морских контейнерах. Венесуэльская валюта за это время обесценилась на черном рынке в 50 раз, а в России образовался большой вторичный рынок боливаров. Ими торгуют в частности на интернет-форумах. Наличные из Венесуэлы могли вывозить российские компании, работавшие в стране. Хотя их венесуэльские контракты оформлялись в долларах, частично товары и услуги оплачивались боливарами, которые сейчас можно поменять на доллары, разве что на черном рынке по курсу 3750 к 1, хотя официальный курс составляет 10 боливаров за доллар. В результате деньги переправлялись в Россию, где оседали у перекупщиков. Напомним, что в декабре 2016 года министр внутренних дел Венесуэлы обвинил иностранные корпорации в том, что они с помощью преступных групп вывозят наличные из страны. Однако российские компании он не упоминал. Вывоз наличности называют одним из факторов кризиса в республике. По оценкам МВФ, инфляция в стране в 2017 году пробьет отметку в 1600%. Наших, видимо, пока это не очень беспокоит. И по оценкам Минэкономразвития, накопленные российские инвестиции в Венесуэле превышают 4,4 миллиарда долларов. А если перевести эту сумму в боливары, то не хватает воображения представить эту цифру. С вами были Мировые Новости.